Кто здесь сеньор Антонио Ла Маццо? Он ненормальный. Вы! Что? Кто? Что-нибудь творил? Я ваш гид. Гид? Да. Нам не нужен гид. Мы не просили, нам даже плакать не на что, а вы говорите гид. Спасибо. Теперь туристы, прибывающие в Самару, могут стать сами себе гидами. В здании железнодорожного вокзала открыт информационный центр. Здесь каждый может узнать, как проехать гостиницы, добраться до театра или музея. Для туристов подготовлены специальные буклеты и карта города. Мы заинтересованы прежде всего, чтобы каждый человек, который приезжает к нам на территорию нашего региона, в наши замечательные ворота, прежде всего это на железнодорожный вокзал, через который каждый день проходят десятки тысяч пассажиров, они имели полную информацию о туристических возможностях, о размещении, о том потенциале, который есть на территории нашего региона. Это уже второй информационный центр для туристов. Первый работает в международном аэропорту Курумыч. Так Самара готовится к приезду гостей и участников Чемпионата мира по футболу 2018 года. Помимо информационной поддержки, во всех городах-участниках Мундиали модернизируют транспортную инфраструктуру. Уже в апреле начнет курсировать новый скоростной поезд из Самары в Пензу. В планах запустить подобные и в другие города. Следующий будет у нас Саратов. Ну и Саратов и Саранск. То есть постепенно, поэтапно мы выйдем на эти территории. Это дополнительные шаги к тому проекту, который начинали здесь на территории Самарской губернии в режиме туровых одного дня. К Чемпионату мира по футболу 2018 года в областной столице откроются еще два информационных центра. Планируется, что один из них появится в районе нового стадиона, другой на площади Куйбышева. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова